Привет, дорогие зрители! Сегодня поговорим о претензии. Рано или поздно практически каждому бизнесмену приходится сталкиваться с тем, что отношения с недавним проверенным, ну или наоборот, с непроверенным партнером, которому загнали аванс, портятся, и надо как-то официально реагировать на его косяки, понимая, что дело идёт к суду. Вот о претензии сегодня и поговорим. Подписывайтесь на канал, а я начинаю. Для чего же необходимо направлять досудебную претензию? А дело в том, что по большинству споров досудебный порядок урегулирования в арбитражном суде является обязательным. И если вы не предъявите претензию в письменном виде и не приложите к своему иску в суд доказательство её направления ответчику, суд ваш иск вернёт без рассмотрения. Поэтому запомните, хотите идти в суд, начинайте с претензий. По закону срок ответа на претензию 30 календарных дней с даты её направления, если, конечно, договором не установлено другое. Поэтому нужно смотреть договор. Если там про претензию и досудебный порядок ничего не сказано, то ждём 30 дней и только потом подаём иск. Но в 80% случаев в договоре прописывается порядок урегулирования споров. И устанавливаются другие сроки ответа на претензию, более короткие. Но потому что 30 дней, чтобы ответить на неё, это слишком много. Мы, например, ставим в договор обычно 14 календарных дней. Поэтому ориентируйтесь на срок в договоре. Сколько там написано, столько и нужно выжидать до предъявления искового заявления в суд. Как же договора выглядеть претензия? Ну, обязательных требований к ней нет. Но практика выработала определённую форму этого документа. Начинается он с шапки. Вы пишете, кому адресована претензия, наименование, адрес, от кого она своё наименование, адрес, и дальше название документа, претензия или досудебное требование. По договору такому-то и ставьте номер и дату договора. Затем идёт описательная часть. Вы пишете, что между такими-то сторонами был заключён договор такой-то, с таким-то предметом. По договору столько-то оплачено, столько-то выполнено и столько-то принято. И после этих констатаций фактов приступайте к изложению нарушений, которые допустила другая сторона. Адресат претензий. Ну, например, заказчик работы принял, акты подписал, но не оплатил. Или оплатил только частично. Или подрядчик аванс получил, а работы в срок не выполнил. Ну и цитируйте соответствующие пункты договора, которые были нарушены. Следующая идёт так называемая нормативная часть. Здесь вы перечисляете статьи Гражданского кодекса, применимые в этом случае. Обычно, если мы говорим о договоре подряда, это статья 702, где говорится о том, что такое договор подряда. Статьи 309 и 310 – это положение о том, что обязательства должны выполняться надлежащим образом. Статья 330, если мы насчитываем пеню. Но, естественно, указываются и другие подходящие статьи кодекса. И всё завершается, собственно, требованием. На основании изложенного требуем. Ну и тут вы пишете, что же вы требуете. Ну, например, уплатить неустойку в таком-то размере. Или оплатить задолженность. Или возвратить уплаченный по договору аванс в таком-то размере. Естественно, может быть несколько требований. Ну и почти всегда в претензии содержатся требования об уплате тех или иных сумм. Соответственно, необходимо сделать расчёт этих сумм. Из документа должно быть понятно, почему вы просите именно эту, а не другую сумму. Поэтому в претензии должен содержаться расчёт основного долга, неустоек. Ну, в интернете, например, можно найти калькуляторы для вычисления неустоек или процентов за пользование денежными средствами. Претензию с вашей стороны нужно подписать именно от уполномоченного лица. Поставить печать, если она у вас есть. Опредъявлять претензию может, ну, например, генеральный директор общества или представитель по доверенности. В этом случае копию доверенности следует приложить к претензии, чтобы контрагент убедился, что требование заявлено надлежащим лицом. Если вы ИП, то, понятно, можете подписать претензию лично в качестве ИП. Дальше нужно претензию правильно отправить. Вы отсылаете её ценным письмом с описью вложения в указанные в договоре адреса контрагента. Доказательства отправления сохраняете, их нужно будет приложить к иску. Если у вас есть электронный адрес контрагента, то для ускорения скан претензий, конечно, отправляете и по электронной почте. Иногда в договорах прямо прописывается, что допустимо предъявлять претензию по электронной почте. Но мы и в этом случае всегда рекомендуем направлять её почтой, потому что факт отправки по электронной почте вам, скорее всего, потребуется доказывать. А простой распечатки тут не хватит. Нужно будет делать осмотр электронного ящика у нотариуса, а это дополнительные расходы и не маленькие, и время, поэтому лучше не рисковать. Отправив претензию, вы ждёте срок, который отведён для её рассмотрения получателем. После него у вас возникает право предъявлять своё требование в суд. За это время контрагент вам, скорее всего, что-то ответит, хотя в процентах в 70 случаев он отвечает отказом или вообще молчит. Достаточно редко претензии удовлетворяются без суда, раз уж дело дошло до формальной переписки такого рода. Ведь когда всё нормально, вопросы решаются телефонным звонком или электронным письмом, а если нужно претензию писать, то это уже звоночек. Ну, хотя, конечно, бывают такие крупные забюрократизированные партнёры, которые любое действие совершают только при получении официальной бумажки. Хорошо и подробно составленная претензия – это основа вашего иска. Такую претензию нужно будет слегка изменить, и вот уже иск готов. Поэтому лучше доверить составление претензии юристу. Ведь к нам, например, часто обращаются клиенты, которые уже самостоятельно отправили претензию. И нам, к сожалению, приходится всё делать заново, потому что выясняется, что составлено некорректно. И это особенно часто направлено неправильно. Допустим, сдали на руки какому-то сотруднику контрагента. Он расписался, что я, Иванов Иван Иванович, получил. А доказательство, что этот Иван Иванович имеет отношение к контрагенту, работает у него, уполномочен принимать такие документы. Нет? А бывает, что и расписки нет. Приехали на объект, кому-то дали претензию, и никаких следов не сохранилось. И почему-то уверены, что всё хорошо, претензия направлена. Или послали претензию простым письмом, без описи. А там переписка с контрагентом ежемесячная, по нескольку писем в месяц. Что-то в очередной раз было направлено. А что именно, непонятно. Ну, не докажешь. Может, пустой лист, а не претензия. Так что поручите это дело специалисту, а не тратьте время напрасно. Спасибо вам за то, что досмотрели этот ролик до конца. Как всегда, вопросы по его теме можно задавать в комментариях. А если вам надо помочь составить претензии или подготовить ответ на неё, то ссылка на мои мессенджеры в закреплённом комментарии под роликом. До новых встреч на канале.